Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Экспорт вина из Европы в Россию вырос более чем на 40%. В период с августа по октябрь в Россию было везено около 1 миллиона галлонов вина, что на 43% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Главное управление сельского хозяйства. Лидером по приросту поставок вина стала Австрия. Экспорт из этой страны вырос в 6 раз. Следом идет Болгария, увеличивающая свой показатель в 5 раз кроме них в топ стран экспортеров вошли и Эстония, и Финляндия, и Франция, и Германия, Италия и Латвия в том числе. Новая резиновая статья. Ждем поток дел уже за пропаганду ЛГБТ. ЛГБТ-пропаганда, а также информация, пропагандирующая педофилию или смену пола, стали основанием для внесения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Соответствующие изменения утвердило правительство РФ. Российскую блогершу Юлию Прохорову все-таки депортировали из Германии обратно в Россию, об этом сообщила она сама в своем телеграм-канале. Напомним, находясь в Германии, она провоцировала людей на улицах и снимала тиктоки в поддержку в РС РФ. За это ее арестовали. Она пробыла под арестом примерно 3 месяца за пропаганду войны и грозила до 10 лет немецкой тюрьмы. Журналисты выяснили, что когда Прохорова жила в России, она занималась проституцией. Официальные власти Германии не сообщали, на каких основаниях отпустили блогершу. В какую партию вступят, мы, конечно же, знаем. Себе и другу. Два вибратора украл из секс-шопа житель Ростова-на-Дону. Владелец одного из магазинов товаров для секса опубликовал видео, на котором неизвестный осматривает полки с вибраторами, а затем прячет две коробки за спину под рюкзак. После этого мужчина уходит из магазина, не заплатив. Каждый из украденных товаров стоил 13 тысяч рублей. Наверное, себе и другу. Город должен знать в лицо своих героев. Заявление в полицию написано, сообщил хозяин магазина. 20-летний парень вскрыл себе вену в инкомате Сыктывкара. Молодой человек пришел на медкомиссию вместе с мамой. Во время прохождения осмотра он вытащил острый предмет и изрезал себе обе руки. Как сообщает очевидца, он потерял много крови. Минздрав и коми подтвердили инцидент. Парень госпитализирован в психиатрическую больницу. Его состояние оценивают как удовлетворительное.